Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов, у микрофона ведущий Саргалана Антонова. Разработка вакцины от рака, морозостойкие материалы для техники Арктики, спутниковое изучение русла рек перед половодием, выявление незаконных карьеров методом дистанционного зондирования. Эти и многие другие впечатляющие, по-взрослому серьёзные и, главное, практикоориентированные научно-исследовательские работы проводят школьники Якутии. Всё это представили финалисты республиканского этапа Всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы». Он проводится образовательным центром «Сириус» в городе Сочи. В Якутии оператором выступает Малая Академия Республики Саха-Якутия – региональный центр по выявлению и работе с одарёнными детьми, созданный в 2018 году. «Большие вызовы» – это проект, который позволяет показать школьникам свою проектную деятельность, прикладную сторону науки. По сути, можно сказать, что это старт детей в будущую профессию. И самое главное, что на сегодня создаётся база данных с успехами каждого ребёнка, которая позволит им быть замеченными со стороны вузов и даже работодателей. Итак, что показал наш республиканский этап Всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы»? Каково мнение экспертов об участниках? И о чём думают победители, будущие научные исследователи и разработчики? Об этом и многом другом сегодня наш разговор. Итак, гости нашей студии – это ректор Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия Василий Климович Павлов. Здравствуйте! Да, очень приятно. Эксперт конкурса, кандидат технических наук, доцент кафедры теоретическая физика, физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Артур Григорьевич Фёдор. Добрый день! И ученик 10 класса Намской средней общеобразовательной школы номер 2 муниципального образования Намский УЛУС Юрий Марков. Приветствуем вас! Здравствуйте! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Василию Климовичу. Расскажите, пожалуйста, который год проводится этот конкурс у нас в Якутии? Да, это мы как операторы проводим уже шестой раз данный конкурс, научно-технологический конкурс «Сероссийские большие вызовы». Ну и название само говорит, что это очень системный такой большой конкурс, в котором участвуют 78 регионов в этом году нашей страны. Он организован фондом «Талант и успех», который руководит образовательным центром «Сириус». У нас каждый год принимают участие свыше 100 детей. В этом году 221 у нас участник заявился. Они прошли первоначальный отбор. И на республиканском треке у нас приняли участие 138 участников, из которых 95 приняли очно. Остальные у нас дистанционным образом. 25 наших улусов районов, из них 7 арктических, кстати. Это очень тоже большое достижение. Естественно, ребята каждый год показывают исключительно интересные свои проекты. Даже названия об этом говорят. Даже названия интересные, да. И что самое хорошее, да, это то, что мы еще включили такой сетевой проект, который называется «Сириус. Лето». И в этом проекте участвуют как раз участники этого проекта, которые работали в течение всего года с учеными, с экспертами. Они смогли уже создать свои проекты, и они стали участниками больших вызовов. Это нововведение. Да, это такое уже несколько лет мы работаем. Таким образом мы расширили и географию участников, и глубину проектов, которые делают ребята. Например, очень много интересных проектов у нас появились из Мирненского района, да, из Нейрингре. Это все вот благодаря замечательному такому сетевому проекту «Сириус. Лето» и также из арктических наших улусов районов. А какова структура конкурса? Вот ребята у нас прошли республиканский этап. Дальше? Да, дальше, значит, у нас 15 апреля будет работа, значит, это так называемые интервью или, значит, визуально это через систему, значит, интернет-система. У нас будут дети подключаться к экспертам всероссийскими, они будут их спрашивать, они будут перед ними защищать свои же проекты. И такой вот отбор, это очень такой солидный отбор, да, известные ученые будут принимать участие из них, отберут детей в финальный этап, который пройдет в городе Адлер. Это Сочи, где вот находится знаменитый образовательный центр «Сирию», созданный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным после Олимпиады Сочинской. И что самое примечательное, в этом конкурсе всего принимают участие 400 участников СОСЕ России. То есть наш отбор будет очень такой сложный, очень такого высокого уровня, и, скорее всего, там 5, и больше детей из республики примут участие. В предыдущие годы наши ребята вообще как выступали на финальных этапах конкурса? В предыдущие годы у нас были очень хорошие результаты. Например, по технологиям космическим, так называемым, наши дети стали победителями этого конкурса всероссийского. И благодаря вот этой победе им удалось создать свой спутник, который с помощью образовательного центра «Сирию» был выпущен на околоземную орбиту. Он сейчас работает, и мы получаем оттуда сигналы. Ребята, кстати, которые там принимали участие, они все стали выпускниками уже наших школ и поступили в самые лучшие университеты нашей страны. Да, это в Санкт-Петербурге, в Москве, и также здесь якутские наши участники сейчас создали свою компанию, якутские, значит, так называемые космические системы, аэрокосмические системы, и создали свой уже спутник, который планируется уже запустить в четвертом квартале, то есть в конце этого года с помощью главкосмоса. То есть он будет изучать Якутию, одновременно будут ребята участвовать по программированию данного спутника через дистанционные классы. Как здорово! Такой прямо размах, можно сказать, на всю страну. Хорошо. А что ждет победителей республиканского этапа конкурса? Да, республиканский этап — это только начало, да, так сказать, большого пути, потому что наука — это вещь, которую нужно делать постоянно, это работа, которая длится годами, и ребята, которые принимают участие, они, естественно, получают очень много возможностей, да, возможности там для поступления и прочее, потому что для так называемого рейтинга поступления в университет, оно имеет очень большое значение, потому что по перечню самых важных мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации данный конкурс находится в первой категории, самой высшей, и поэтому победители республиканского как раз этапа, они получают преимущество при поступлении в университет. То есть конкурс практически открывает двери в федеральные вузы, да? Какие проекты и по каким темам наиболее актуальны на сегодняшний день? Какие работы запомнились вам больше всего? Ребята очень любят у нас заниматься тем, что их окружает, это очень сильные кровические, экологические проекты, изучение природы, явлений природы, ну, также, значит, то, что связано с большими данными, новыми технологиями, и очень отрадно, что появились такие сильные проекты, связанные с геологией, с полезными ископаемыми, их добычей. Есть ребята, которые, например, Никита Рочев, который с 14 лет, каждое лето работает в золотом прииске, и он создал свою методику по отмыванию золотых жил, что совершенно удивительно, это такой сильный проект, и я думаю, что он это еще покажет, и, наверное, станет такой, знаете, удивительным достижением для такого молодого человека. Ну, он очень умный мальчик, да, так сказать, но также вот Эмилия Топоркова, которая семиклассница, которая работала все лето в Москве, в МГУ, там изучала кровеносные клетки, да, так сказать, тоже интересный проект. У нас еще школьники Сунца нашего знаменитого, значит, с такой школы при нашем федеральном университете, они все время работали с пололоктимидами, да, так сказать, такими биоразлагаевыми полимерами, да, и туда они пытались, значит, нарастить клетки от, значит, кожи человека и прочее, таким образом создать такие искусственные ткани, да. То есть это все очень удивительно, увлекательно и интересно. Да, увлекательно, действительно, и самое главное, что ведь над такими научными проектами работают наши школьники. Да. А, Василий Калимович, вот Вы сказали, что на финале, например, экспертами будут известные ученые нашей страны, да, а вот здесь на республиканском этапе кто работал с ребятами, да? Мы очень благодарны нашему федеральному университету, академии Нового республики, да, и большой академии, которые предоставили нам самых лучших экспертов, они так активно принимают участие, ну, свыше 70 у нас экспертов приняли участие очень активно, да, и вот как раз ему сидит, он расскажет, как все это проходило. И мне очень понравилась их вовлеченность в это дело, да, и как они раскрашивали и помогали нашим участникам в достижении своих интересных вот научных проектов и своими советами даже, да, так сказать, помогают в дальнейшем развитии этих проектов. Да, давайте обратимся, наконец, к эксперту. Артур Григорьевич, расскажите, пожалуйста, вот о ключевых моментах в экспертировании, оценке проектных работ. Да, вот вообще мы экспертировали работы по пяти критериям, ну, вообще стоит отметить вообще то, что сам конкурс, он является всероссийским, и, соответственно, процентовка баллов и вообще вот критерии мы там получаем. Вот уже вот этот готовый критерий мы получаем, и, соответственно, мы вот ставим определенное количество баллов по определенным критериям. Ну, и, соответственно, вот эти все, как я отметил, пять критериев, они как раз-таки полностью, я бы сказал, раскрывают работу, да, сам проект и самого докладчика. Вот, ну, и, соответственно, конечно же, ключевым критерием является последний, пятый критерий, который отвечает, ну, фактически на вопрос, насколько владеет докладчик своим проектом. Вот, то есть, и, соответственно, вот мы ставим баллы, и вот последний критерий, он как раз-таки полностью умножает все четыре критерии. Хорошо. По каким направлениям вы сами экспертировали, по каким направлениям вы работали? Я работал в этом году по двум направлениям, это передовые производственные технологии и современная энергетика. Там было у нас 13 заочных, то есть 13 работ онлайн, через ВКС мы слушали их, и, соответственно, 13 работ очных. Вот, в общем, было 26 работ. Ну, и я думаю, что есть работы, которые вам запомнились больше всего. Да, запомнились. Ну, я вообще хотел бы отметить, что в этом году очень много работ было с Мирного. Вот там буквально половина работы было с Мирного. Я как раз-таки вот пользуюсь случаем хочу отметить вот руководителя Милинского, вот как раз команды, которая вот выступала, да, в этом году. Ну, и, соответственно, очные, да. Ну, я хотел бы отметить как раз-таки работу, которую отметил Василий Климович. Это как раз-таки вот ребенок, он с 14 лет занимался. Ну, там есть, конечно же, вопросы, да, возникали, но там, в принципе, он нормально. Для своего возраста? Да, для своего возраста работа очень хорошая. То есть, во-первых, есть теория, и, во-вторых, есть практика. Как то, самые ключевые моменты, которые требуются как раз-таки от школьников. То есть, школьник, он теоретически что-то сделал, и самое главное, он руками тоже, много-много руками делал. Это очень похвальная работа, я бы сказал. Ну, и это с очных работ, а с онлайна можно отметить работу вот как раз-таки мирницкого девушки, которая как раз-таки пыталась утеплить, можно сказать, остановку. Ну, я думаю, работу можно даже не только вот применять к теплицам, то есть, к остановкам, но можно, я думаю, даже обобщить на гараже. И в этом плане, я думаю, там работа будет более еще актуальнее. А какие технологические решения она принимала? Ну, она в основном принимала такие вот, использовала раствор. То есть, с помощью раствора она объединяла несколько растворов, и, соответственно, там выделялось тепло, и за счет этого вот идет некая конвекция такая вот. Интересная работа была. Ну, а в целом, вот на ваш взгляд, насколько вообще работы, ребята закончены и готовы, например, к реализации каких-то проектов? Вы могли бы уже их рекомендовать, например, к дальнейшей доработке, внедрению в жизнь? Да, он как раз-таки вот, многие работы, они как раз-таки можно уже внедрять. Наиболее, я бы такую работу бы отметил, которую можно сразу фактически внедрить. Это работа одного школьника, который придумал резервуар, в котором, как сказать, чистится канализация. То есть, канализация у нас, ну, основная проблема канализации, это то, что у нас там забивается все маслом. А он придумал такую технологию, чтобы он собирает масло в одном резервуаре, вот его разлагает с помощью каких-то биоматериалов, да, и потом его вот дальше утилизирует. Таким образом у нас, ну, по его мнению, получается, не как раз-таки трубы, они чистые у нас остаются. Вот. Это интересная работа, ну, надо его еще опробировать, то есть, ну, я думаю, имеет место быть сразу, чтобы его применить уже к реальным таким вот делам, местам. Василий Калимович, а вообще, насколько вот этим проектам, например, заинтересованы будущие работодатели, может быть, представители предприятий, да? Да, дело в том, что большинство вот проектов, которые у нас, например, идут по сетевому проекту «Сириус Лето», предлагаются как раз нашими индустриальными партнерами. И, соответственно, они имеют интерес для воплощения, и поэтому многие проекты действительно имеют так называемый полный жизненный цикл, в результате чего у наших участников возникает возможность как раз спитворения в жизнь, использования в таком практическом варианте всех тех наработок, и они могут это поддавать. То, что у нас уже происходило несколько раз как раз с работами, проектами наших участников предыдущих лет, что сейчас вот, мне кажется, есть все возможности для наших детей этим заниматься. Ну, особенно вот характерная работа интересная про наших этих участников, которые использовали жироуловитель, да, так сказать, вот пластиковый жироуловитель, это же очень такая интересная, значит, как раз позиция, да, с точки зрения гражданского, да, такого общества, что человек хочет сделать, помочь, да, всей системе, там, канализационной и прочее, собрать там все жиры, да, так сказать, заранее, чтобы система оставалась работоспособной, то есть это говорит о очень высоком уровне, да, гражданскому сознанию наших участников, о том, что они пытаются помочь в общем и целом всей системе нашей, да, даже жизнеобеспечения города, допустим. Экологичность, можно подчеркнуть, да. Ну, и что является одним из самых ключевых критериев, да, подскажите вообще, на что должны делать уклон ребята для того, чтобы вот успешно защитить свой проект? – Вообще, если смотреть со стороны докладчика, со стороны вот школьника, то я думаю, ключевым моментом должно быть желание самого школьника и стремление открывать что-то новое, какие-то технологии, а все остальное, там, мы, в том числе руководители, научные консультанты, эксперты, тьютеры, они помогут, мы поможем, мы будем продвигать дальше. То есть самое главное сейчас от школьника требуется это желание и стремление. – Ну, в немалой степени работа ребят зависит от, наверное, не кажется, работы наставника, педагога, с которым они работают в тесной связке. – Да, да, вот все-таки, да, вот наиболее в тесном связи школьник, он будет работать все равно со своим непосредственным руководителем, это в основном бывают учителя, да, предметники, вот, и, соответственно, да, львиная доля все-таки заслуги и ключевой, один из успешностей работы, конечно же, заслуга должна быть именно руководителя, предметника. – Вот вы подчеркнули работы, например, Мирненского района, да, еще педагоги из каких районов, может быть, можно было бы выделить, подчеркнуть? – Ну, вот я выделил как раз-таки Мирненских за массовость, то есть почти из 26 работ, 12 или 11 работ были Мирненские, вот, как раз-таки можно и выделить работы вот с Невлингри, да, вот, как раз-таки по золотной добыче. Он с Невлингри был. Ну и, соответственно, вот, я вот не помню, вот, как раз-таки по жироуловителю, он с какой? – Он из города Якутска. – Он с города Якутска, вот, как раз-таки вот. Ну, там уже по вочинам были единичные, в основном, с города Якутска были участники. – Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о конкурсе «Большие вызовы». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о финале республиканского этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы». Итак, что показал этот республиканский этап научно-технологического конкурса, каково мнение экспертов об участниках, и о чем думают победители, будущие научные исследователи и разработчики. Об этом и многом другом сегодня наш разговор. Я напомню имена наших собеседников. Это ректор Малой академии наук Республики Саха и Якутия Василий Климович Павлов, эксперт конкурса, кандидат технических наук, доцент кафедры теоретическая физика, физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Артур Григорьевич Федоров и конкурсант, ученик 10-го класса Намской средней общеобразовательной школы номер 2 муниципального образования «Намский УЛУЗ» Юрий Марков. Дорогие друзья, напомню, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом уфере. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Можете позвонить и задать вопрос моим собеседникам. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И я хотела бы спросить, Василий Кремович, вообще по скольки направлениям проходил конкурс? Да. Ну конкурс у нас проходил по 10 направлениям. Среди них такие интересные, ну я уже сказал, большие данные, да, машинные исследования, значит, интеллект, искусственный интеллект, да, так сказать, получается, когнитивные исследования, даже такие темы, как океан, арктические, и вообще океанология, да, так сказать, в плане. Потом космические исследования, биотехнология, да, сельскохозяйственные, агрикультурные науки. То есть все такие направления интересные, да, так сказать, мы, в общем, то, что мы делаем в Якутии, и где есть эксперты у нас хорошие, да, вот как раз по этим 10 направлениям мы, значит, с работой, работы как раз и приняли, да, так сказать, проектные работы наших участников. А на федеральном уровне сколько? На федеральном уровне их больше 30 направлений разных, да, но каждый регион выбирает то, что имеет какую специализацию или больше экспертов, да, так сказать, в этом плане у нас считается очень хорошо представлено, да, так сказать, по этим 10 направлениям, то, чем занимаются ученые академической общественности здесь в Якутии. – Хорошо. Артур Григорьевич, я слышала, что вы сами, будучи школьником, тоже участвовали в проектной деятельности. Расскажите, пожалуйста, как это было, поделитесь воспоминаниями. – Да, замечательно. Это было давно. Я вот начал, ну, начал с 9 класса, можно сказать, на уроках технологии. Учителем у меня был Николай Николаевич, и, соответственно, он был непосредственно моим руководителем данной темы, да, вот, и, соответственно, один прекрасный день, вот, Николай Николаевич предложил разработать такую технологию, новую технологию, да, которая бы автоматизировала процесс изготовления мутовки. Ну, то есть это вот. И, соответственно, вот, мы взялись вместе с моим руководителем за это дело, потом разрабатывали, разрабатывали, и что-то получалось, вот, и потом начали принимать участие сначала вот в Лусном, «Шага будущего», потом оригинальный, потом республиканский, и вот потом всегда, потом мне приглашение дали на всероссийский конкурс, и вот в всероссийском конкурсе мне тоже интересно, но дали приглашение вот принять участие в международном, в международной конференции, которая проходила в штате Огайо, вот. Ну, и, соответственно, я согласился, вот, туда и поехали, там, приняли участие, вот. А работа, она связана как раз таки с автоматизацией изготовления мутовки, вот. Казалось бы, национальный компонент, но тем не менее. Да, есть национальный компонент, но мутовка, она, с одной стороны, такая достаточно простая, да, в технологическом его изготовлении, ну, вот, такой вот, так оценили эксперты, можно сказать. Ну, вот эта ваша работа, наверное, и дала толчок, да, для того, чтобы вы пошли в науку. Да, да, это даже, ну, я в то время, конечно же, не думал, что сам буду уже экспертировать, работать, сам уже буду, ну, непосредственно связан с наукой, да, в то время. Ну, скорее всего, уже вот основа была вот там заложена как раз таки именно в рамках данной работы, я бы сказал. Ну, и вот эта победа, я думаю, дала очень много, потому что, когда ты видишь, как работают, например, школьники не только, например, нашей республики, но и из других регионов, потом вот даже стран, можно сказать, да, наверное, это дает большой импульс для развития и так далее. Да, это дает достаточно сильный импульс, достаточно сильный стимул, и, соответственно, ну, когда у тебя большой круг общения, там, у тебя, соответственно, увеличится и соответствующий кругозор увеличится. Поэтому, я думаю, да, вот, там это многое решает. Как раз таки вот участие в школе. Поэтому я всегда вот за то, чтобы школьники активно принимали участие не только вот в региональных, но в республиканских и всероссийских, так как первым делом это, конечно же, не только вот это научное исследование, но это еще саморазвитие самого школьника. То есть он развивается как личность, развивается уже вот, развивает свой кругозор. И я думаю, это тоже один из таких ключевых моментов шага в будущее. Хорошо. Как вы знаете, у нас этот год объявлен годом педагога и наставника, да? Поэтому вот вы как раз упомянули своего педагога. Я хотела бы, чтобы вы немножко еще подробнее поделились своими воспоминаниями о тех людях, которые помогли вам в жизни, которые наставили вас на научный путь развития. Да, тут можно, ну, тут, я думаю, надо разделить на несколько этапов. Это школьный этап, да, жизнедеятельность моей, да, студенческая, да, потом аспирантура, ну, и, соответственно, потом уже вот работа, можно сказать. И если разбивать на такие этапы, то, конечно же, в школьные годы это Николай Николаевич, учитель технологии, и мой непосредственный руководитель был, да. В студенческие годы это Яковлев Борис Васильевич, который тоже являлся моим непосредственным руководителем, руководителем по моей уже студенческой работе, и он как раз-таки непосредственно связан в том, что я поступил в аспирантуру. И потом, да, по аспирантуру я хотел бы отметить как раз-таки моего тоже руководителя, это Егоров Николай Васильевич, он является заведующим кафедрой прикладной маниплантики процессов, то есть моделированной электромеханической компьютерной системы. Это кафедра такая в Санкт-Петербургском государственном университете. Он, да, он тоже сыграл немаловажную роль в моем становлении, вот как раз-таки специалистом. Ну и сейчас, конечно же, моим основным наставником, с которым я сейчас работаю, с которым я всегда советуюсь, и сейчас я советуюсь очень много по многим моим вопросам, это Григорьев Юрий Михайлович. Он непосредственно уже, я вот как поступил в Северо-Восточный федеральный университет на работу, это с 2012 года, я вот как раз-таки непосредственно с ними работаю. И он, в основном, он меня вот наставляет сейчас, я с ним всегда советуюсь, в основном, сейчас вот такой вот момент. Хорошо, ну давайте теперь дадим слово непосредственному финалисту республиканского этапа нашего конкурса, да. Расскажите, Юрий, пожалуйста, нам, с каким проектом ты выступил, и в чем значимость и польза твоего исследования? Вступал я с проектом изучения триботехнических характеристик поликомпозиционного материала на основе полиэтиленов, торитиленов и наполнителей пентонит, как бы это страшно ни звучало. Но основная суть нашей работы является создание нового материала, который будет выдерживать низкие температуры и исправно работать в нашем суровом климате. Хорошо. А в чем именно заключается уникальность твоего проекта? Расскажи, пожалуйста, как вот вы подбирали тему, да, вообще с чего начиналась ваша работа? Начну с того, что мы изучали литературу, во-первых, также дали заявку на «Сириус лето», и там нам дали идею, то есть проект. И далее мы развивались именно по данной теме и изучали литературу. Во-первых, изучали литературу наших местных, то есть из нашего университета. То есть Лазарева Надежда Николаевна, она также применяла бентонит, только в больших концентрациях. В концентрациях 7, 8 и прочее. А мы решили взять концентрацию немного меньше. Почему? В других работах, допустим, Охлопковой Айтеллины Алексеевны, она также брала в качестве основы политетрофторэтилен, который использовали мы также, но использовала уже другие наполнители в таких же маленьких концентрациях. И мы, по примеру, решили взять такие же маленькие концентрации, но уже с бентонитом, в качестве наполнителя бентонит. Уникальностью являются маленькие концентрации, опять же. То есть требуется маленькое количество вещества для того, чтобы улучшить характеристики во много раз. Объясни, пожалуйста, нашим телезрителям, радиослушателям, что это за вещество, которое вы разрабатываете, в чём его предназначение. То есть композиционный материал сам по себе – это смесь двух веществ, и в итоге получается вещество, которое отличается свойствами этих двух веществ. То есть получается абсолютно новое вещество. Как таковой химической реакции не происходит, но свойство улучшается благодаря структуре и прочим. Хорошо. И где можно подменять вот это вещество, которое вы в итоге получаете, в итоге вашей работы? Наш материал можно использовать в детальных узлах трения. То есть в подшипниках, станках. Ну я так понимаю, что он уменьшает трение, да? Таким образом он способствует сохранению деталей, изнашиваемость уменьшается, да? Вот в итоге получаем мы такой эффект, да? Вот ты говоришь часто «мы брали, мы начинали». А вот кого ты считаешь своим наставником? Наставником? Самым главным наставником я считаю своего учителя химии Сидорова Матрёна Семёновна, которая привела меня за ручку в мир науки, открыла, показала мне с пятого класса, показала мне, что такое наука и куда можно идти. Ну, а в этой работе у нас также руководителем были студенты пятого курса нашего университета северо-восточного. Это Чиряева Аина Чагыловна и Татьяна Иннокентиевна Архипова. Ну что самым интересным было для тебя вот в исследованиях и как ты собираешься продолжить свою работу в целом? Какие планы на будущую профессию? Планы на будущую профессию? Я уже определился с предметами, которые я буду сдавать на экзамене. Это химия и биология. Я планирую стать врачом, хирургом и может также развиваться в учёной стези, в учёной сфере. Расскажи, пожалуйста, о впечатлениях конкурса. Насколько сложно вообще выступать перед экспертами? Как ты готовишься? Что тебе легче? Например, стендовая защита, либо постерная защита? Было сложно. Тем более, когда нас пригласили подготовиться в Ленский край, в Малой Академии Наук, мы готовились вместе все. И понимаешь, что такие умные дети будут соревноваться вместе с тобой. И это даёт дополнительную мотивацию. И мне кажется, именно в этом заключается большой плюс Малой Академии Наук. То, что ты понимаешь, с кем соревнуешься. И это дополнительный стимул, чтобы становиться лучше. И благодаря плодотворной работе хорошо подготовился и стал победителем. Но в предпочтениях постерной или секционной заседания конференции легче на постерной выставке. Потому что вы стоите на постерной выставке, и к вам могут подходить другие разные люди, другие дети, допустим. И вы очень много раз прогоняете свой материал. Рассказываете много раз. И когда уже приходит время экспертов вас опрашивать, вы уже готовы. То есть у вас уже... То есть до автоматизма у вас уже всё. Да, до автоматизма уже вырабатывается. И вы досконально изучили свою работу. До этого ещё плюс. И это даёт огромный плюс. Хорошо, Юрий. Это для тебя вот самая главная победа? Или были ещё какие-то другие конкурсы? Вообще, чем ты можешь гордиться? Эта победа является одной из самых важных в моей жизни. Но до этого у меня была ещё одна такая значимая победа. Это победа в пятом классе. В первых международных интеллектуальных играх я тогда занял второе место на самой большой конференции. YASF. Putin International Science Fair. Здорово. Хотелось бы знать о твоих планах на будущее по поводу научной работы. Будешь ли ты развивать свой проект, например, будучи студентом? Казалось бы, ты занимался разработкой вещества, которые уменьшают трение. А собираешься быть врачом? В будущем мы ещё не закончили данную работу. Нам предстоит ещё сделать сканирующую электронную микроскопию. Для того, чтобы посмотреть уже где, как, что получилось после трения. И почему именно с добавлением бентонита улучшились характеристики. А также в студенчестве. Мне кажется, я смогу как-то балансировать между учёбой и учёной работой, так сказать. Уже работой. Хорошо. Какой совет ты мог бы дать будущим участникам конкурса «Большие вызовы»? Какой совет? Ну, хотелось бы им дать такой совет. Работать. Работать и иметь большое желание. Если у вас есть желание, вы можете сделать всё. Если вы только захотите. Главное – работать, работать, работать. И всё у вас получится. Рано или поздно. И это сказал финалист нашего республиканского этапа научно-технологического конкурса «Большие вызовы». А что нам скажет эксперт? Посоветовать школьникам. Ну, я могу посоветовать. Соответственно, ну, как я уже вот раньше отметил, да, это необходимо обязательно, вот, во-первых, желание, чтобы у школьника было, да, чтобы заниматься наукой. Во-вторых, должно быть определённое стремление к изучению новых, да, открытию чего-то нового, да. Ну, и, соответственно, следующее – это, конечно же, я бы сказал, коммуникация, коммуникабельность. То есть, я думаю, если школьник, он хочет, ну, научиться выступать, научиться излагать свои мысли, научиться отвечать на вопросы, да, экспертов, ну, соответственно, это очень хорошая база. Это прекрасная база, чтобы вот как раз-таки развить вот эти качества. То есть, да, ключевой, конечно же, момент – это желание. Хорошо, Василий Климович, давайте подытожим наш разговор, всё-таки победа в этом конкурсе, её итог. Ну, тут два момента, да, хотела сказать, то, что как раз упомянул Юрий. Первое – это то, что принимайте участие в наших проектах сетевых. «Сириус лето» – это замечательный такой вот камень в начале пути, которым можно сделать свои платформы и дальше идти развиваться. Как раз Юрий вот начал свой проект с этого. И второе – уже дидактический такой совет, значит, как раз повторение мать-учения, да, так сказать. Вот всё время работайте, повторяйте, многое, когда работаешь, то и появляется результат. Самое главное – это результат и трудолюбие. Это итог нашего разговора. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный и познавательный для всех нас разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорили о республиканском этапе научно-технологического конкурса. Большие вызовы. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин